Надо просто, не надо думать, что все искусственно это происходит. Никто вас насильно не заставлено отрывает от вашей будущей машины, любимой, на которой вы купите деньги. Не думайте, что человека можно оторвать от его мечты. Просто попытайтесь понять одну простую истину. Если человек начинает идти путем вверх, то все меняется само собой. Приходят премии, ценности меняются, желания, интересы меняются. Не знать, что благостный человек без штанов ходит. Когда люди достигают благости, то другие отношения, у них более глубокая дружба, и люди заботятся по-другому друг о друге. Они могут реально помочь ей устроиться на работу и так далее. Приведу сейчас практический пример. Вот, допустим, мне отрежут две ноги. Я стану инвалидом, не смогу ездить лекции читать. Кто из вас возьмет меня к себе на работу там кем-нибудь? Поднимите руки. Я без работы не останусь. Видите, зафсита есть какая-то, да? Мне мама говорит, у тебя пенсии вроде нет, как ты будешь жить? Я говорю, да нормально, мам, все будет. Обо мне позаботься. Или они правильно размышляют. У меня не речь рабочий орган, а сердце. Какая разница в любом случае в основном участвует? Знаете почему? Потому что есть разные уровни развития личности. Да, человек развивается более сильно, у него уже не руки работают, а сердце. Ну, есть просто гуманитария, есть точки слабого. Вы ошибаетесь. Да, человек духовно развивается, кем бы он ни был, он становится ценен как духовный человек. При этом нельзя отрежать тех людей, которые что-то производят руками. Вы знаете, даже если человек производит что-то руками, и он духовно развит, он все равно всем нужен. Конечно. Но вы должны конкретно, у вас возьмете работу. Хорошо, поднимем. Хорошо. Мне отрежут язык. Я стану невым. Кто меня возьмет на работу? Все. Ваш вопрос ответит. А зачем? Так, стоп. Кто поднял руку? Давайте разберемся. А зачем? Да, что вы делаете-то будете? А? Печатать буду. Печатать, они говорят. Я буду печатать. Так как я смиренный человек, я согласен. Туагрестные люди смиренные, я согласен. Печатать хочу. Можно как талисман домой. Хорошо буду талисманом сидеть. Какие еще варианты у кого мне как работать? Камни ставить нечем. Камни ставить нечем. Руки отрезаны, язык отрезан. Печатать, вы чего? Ну, ногами буду учиться. Молиться. Молиться? Вот что, можно молиться без языка же. Я буду за фирму молиться. Согласны? Вы не поверили, нет? Нет? Эх, несчастный вы человек. Что делать? Лекции слушать дальше. Вы первый раз пришли? Ну, ничего, у вас все впереди. Все нормально. Я не хочу вас оскорблять. Я думаю, что это не оскорбление. Просто признание к другой точке трени. Да. Просто та зона, в которой благостные люди живут, она более защищена. Она защищена любовью. Любовью защищена. У меня есть одна знакомая. Она инвалид. Без ног. Совсем. И так получилось. У них горе произошло в жизни. Ее муж бросил. Вот. И я поставил на сайте рекламу, объявление, что она нуждается в том, чтобы ее взяли на работу. Но работа дистанционная имеется в виду по интернету. И там какие у нее квалификации, какая. Я уверен, что ее возьмут на работу. У меня нет никаких сомнений. Видите, другие отношения. Другие условия возможны. Вы очень правильно поняли. Я полностью согласна, что у человека, у которого какие-то физические недостатки, он разный духовный. Это не значит, что он является каким-то ущербным. Однозначно он найдет свое место в жизни, если он оценит всех. А в чем тогда проблема? Нет. Просто вы задали конкретный вопрос. Но мне немножечко стало смешно. Но согласитесь, что если бы вы слушали мои лекции, то вам бы не стало смешно. Вы бы меня глубже... Я третий день слушаю. Вы бы меня глубже знали. Но третий день это ничего вообще. Что делать, когда надо знать? Но согласитесь, что если бы вы слушали мои лекции, то вы бы не задали этот вопрос. Нет, я там не слушала, я поэтому и сдала. У меня еще масса вопросов. Знаете, я вам очень благодарен за то, что вы слушаете лекции, потому что вы достаточно развитый, образованный человек. Я это вижу. И у вас есть своя точка зрения, это тоже хорошо. Вы знаете, что с этим, поэтому у меня как бы есть своя точка зрения. Мне очень интересно вас слушать. Но в чем-то я с вами согласна, в чем-то у меня возникают вопросы. Нет, вы скажите честно, в чем-то я не согласна. Это нормально. Ну, я не могу сказать, что я в чем-то не согласна. Я согласна, просто, наверное, это в другие пути. Какой у вас вопрос? Ну, я не хотела. Ну, хорошо. Так движемся вперед. Этот пример я привел из гордости, на самом деле. Поэтому эта женщина, она меня немножечко поправила. И спасибо ей. Вот. Ну, может быть, и нехорошо себя в пример приводить. Но цель у меня была другая. Я хотел, чтобы мы поняли, что жизнь благости в ней больше гарантий. Потому что между людьми более глубокие отношения основаны на вере. Ну, и все, в принципе, с этим сейчас согласились. Но Бог все равно знает, кого как поправлять. И поэтому она вступилась, чтобы мое сердце победило мою гордость. Такой хороший способ помочь человеку чуть-чуть его направить на правильный путь. Каким-то советом и так далее. Итак, цель моей беседы заключается в том, чтобы мы поняли. То есть я эту лекцию основывал на этой записке, которая женщина, которая находится в этой ситуации, когда мама душит ее ненужной привязанностью. У нее нет мужа, она уже должна замуж выходить, по идее. Она не знает, что ей делать. Надо выходить из этой невежественной жизни. То есть надо менять саму способ жить, понимаете? Когда человек в благостную среду попадает, то даже мама рядом находится. Это не означает, что она в таком же замкнутой среде эта женщина. Понимаете, благостные люди, у них ближе отношения. Они могут уже больше возможностей в жизни есть. Понимаете? Потому что в страстной и невежественной среде нет близких отношений. Люди деловые отношения только друг с другом имеют. А близкие отношения означают, вот она начнет молитву, начнет работать над собой. У нее появляются друзья какие-то, которые помогают ей в жизни. Ищут для нее работу, ищут ей близкого человека и так далее. Я был в Европе, в Германии, читал лекцию. И там интересно, там очень скованная жизнь. Там люди настолько вот эта сила страсти сильна, что люди часто не могут встретиться годами друг с другом. Они не могут найти работу. Но они хотят помогать друг другу, в принципе, когда в благость приходит. Потому что чувствуют эту проблему. И у нас был семинар трехдневный. И я сделал такой эксперимент. Говорю, вот вы сейчас встретились на почве самосовершенствования. Давайте сейчас друг другу помогать начнем. Я предложил им, кто из вас ищет работу? И поднимает человек. Говорю, какая работа нужна? Какая работу вы ищете? Он говорит, такую-то. Вот. И теперь говорю, а кому нужен такой рабочий? Поднимает другой человек. Раз его взял. И так три или четыре человека получили работу просто. Потом они говорят, Олег Геннадьевич, а мне муж нужен. Может, как-то тоже поможете. Я говорю, нет проблем. У нас есть группа ВКонтакте. Называется «Закон о счастливой жизни». Там почти 200 тысяч человек в этой группе. Парни, нет? Я вам обещаю, что мы сделаем группу. Я вам обещаю. Я вам обещаю, что мы сделаем у меня на сайте в ближайшее время группу знакомств. И вы будете там знакомиться все вместе. Хорошо? Я для вас это специально сделаю. Будете первой кандидаткой. Мы будем сделать это победическим традициям, что девушки будут иметь все свои фотографии, а парни будут их выбирать. Листать, смотреть, кому какая понравится. Всем хорошо, да? На девушек смотрят, парни тоже рады. Да? В ближайшее время мы сделаем такую группу. Итак, движемся вперед. Когда человек переходит вот в эту вот зону благости, то жизнь становится гораздо легче. Потому что ближе к Богу больше тепла в жизни, больше счастья, больше победы. И если человек в стрессе находится, не надо думать об этом стрессе. Не надо, вот первое, что нужно сделать, не надо думать об этой ситуации, что ее сейчас прямо надо поменять. И чем занимается человек в стрессе? Он пытается убрать ситуацию. Она неубираема, потому что это как тиски, понимаете, в которых мы живем. Человек не может вырваться из ситуации своей жизни. У кого-то работа, у кого-то семья, у кого-то то не надо ничего менять снаружи. Это неправильный подход жизни к целым. Это подход страсти. Страстные люди меняют все внешне. Благостные люди меняют все внутренне. Надо начать менять изнутри. Надо начать слушать лекции. Не обязательно мои, любого человека, который говорит о возвышенных вещах каких-то. Надо слушать лекции, надо работать над собой, когда вдохновишься. Надо слушать духовную музыку. Какой веры, какой хотите. Вот какая нравится, то и туда идите, туда вперед. Главное, чтобы это была серьезная религиозная культура. Я вас предостерегаю от того, чтобы вы слушали то, что называется новой какой-то традицией. Не надо ничего нового. Традиция духовная должна быть уже старая и глубокая. Лучше всего идти классическими путями, потому что то же самое, как человек создал новый университет со своей математикой. Где гарантия, что это будет правильная математика? Может быть правильно, может нет. Нет гарантии, вы всю жизнь туда отдаёте. Но если этот университет уже давно существует, и там есть школа изучения математики, тогда там есть гарантии. Точно так же духовное знание, оно имеет свои школы, древние традиции, культуры. И именно в одной из этих традиций надо себя поместить. Это более гарантированный способ развиться правильно. Особенно хорошо помещать себя в ту культуру, в которой ты вырос. Это естественно и просто так делать. Я когда летел сюда, в Самару, из самолёта вышла одна девушка в мусульманских одеждах, подбежала ко мне, ну в моём месте со мной летела, и говорит, Олег Геннадьевич, я вам так благодарна, я через ваши лекции стала верующим человеком. Я не мусульман, у меня не мусульманская вера. Дзинь, дзинь, правильно. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Я обрадовался ей. Я сейчас смотрю мусульманский фильм один, о зарождении ислама. Мощнейший фильм, 30-серийный, просто супер. Я ей этот сей фильм дал, чтобы она его тоже смотрела. Понимаете, когда человек движется к благости, он не нацелен на то, чтобы всех сделать таким же, как он. Это идея в страсти. Благостные люди просто хотят счастья друг другу. Поэтому стремитесь к этой жизни. Стремитесь к жизни, в которой ты начинаешь работать над собой, желать всем счастья, прощать, просить прощения. И там другая жизнь уже наступает. И когда это наступает, это другая жизнь, тогда оковы, которые рождают стресс, они спадают. Тем более, что человек, когда понимает, получает знание о том, что такое высшая цель жизни, о чем мы вчера говорили всю лекцию, у него сразу же облегчение на сердце наступает, ему сразу же легче становится жить. Стресс начинает ослабевать. Но не думайте, что вы если в стрессе, выйдете из него быстро. Минимум полгода. Я построю эти лекции только на ваших вопросах. Хорошо? Вот эту лекцию. Это очень практично и правильно. Вот я тему разобрал одну, движемся вперед. Вот вопрос. Бог сам решает, о чем будем говорить. Подскажите, пожалуйста, почему в моей жизни встречаются только слабые мужчины? Это нормально. Это говорит о том, что вы сильная женщина. Понимаете? Между женщинами и мужчинами всегда так. Вот если женщина слабая, мужчина ей сильный встретится. Потому что слабость – это сила в женщине. Если женщина сильная, тогда ей встречает слабый мужчина. Если бы она родилась мужчиной в следующей жизни, она была бы слабым мужчиной. Понимаете? А слабый мужчина сильной женщиной рождает в следующей жизни. Да, женщина внешне сильная – это признак ее слабости, а не силы. Сильная женщина выглядит слабой. Слабая женщина выглядит сильной. У мужчины все наоборот. Теперь, что делать? Вот я такая по природе. Ничего не надо делать. То есть вы такой же родились. Вы сильная, активная женщина. Там способны коня на скаку остановить, в горячую избу войти. Ну, значит, вам встретится какой-нибудь хороший, добрый человек, который будет дома сидеть и картошку жарить вам. Вот. Ничего страшного. Это означает страсть. Это нормально. Это так, как все живут. Надо начать свою духовную жизнь. Надо начать менять себя изнутри. Выходить из-под влияния этой силы. Что получается в результате? Некоторые женщины думают, я сейчас начну работать над собой и поменяю свой характер. Он у меня женственным станет. А с какой-то стати он у вас станет женственным? Это же страсть означает, что я сейчас хочу лучший характер. Это все равно, что я сейчас подойду к экзаменатору и скажу, я хочу не четверку, вы мне поставили четверку, поставьте пятерку. Смешно, правда? Точно так женщина говорит, я хочу быть не мужественной, а женственной. Смешно? С какой-то стати. Я Бог наказал быть мужественной. Ты получила наказание. Почему ты должна сейчас стать женственной сразу? С какой стати? Надо что-то сделать для этого. Надо сделать так, чтобы наказание сошло с тебя. Человек не должен стремиться поменять характер. Это неправильный подход жизни. Характер – это то, что это наказание человека. Смена характера же приводит к счастью сразу, да? Вот ты характер сменил – раз, счастливым стал. Ведь так или нет? Сто процентов так. Вот стал честным – сразу пласт проблем решен. Стал нежным – стало нежной – сразу пласт проблем решен. Стала терпеливой, отзывчивой, смиренной. Сразу много-много пластов проблем решены. Но почему ты такой не можешь стать? А потому что тебе не положено. Ты наказана. Что делать? Надо начать другую жизнь. Не обращайте внимания на то, что у вас неправильный характер. Не надо об этом беспокоиться. Начните просто заниматься духовной практикой. То, о чём я говорил. Это читать литературу духовную, слушать лекции, общаться на эти темы. На своём уровне. То есть не надо сейчас прямо раз и прыгнуть в какую-то духовную традицию. Не надо. Вот вам нравятся лекции? Слушайте их. Это, смотрите, знания делятся на три слоя. Первый слой – это материальное знание, предназначенное для того, чтобы квалификацию какую-то получить в жизни. Это знание находится в страсти. В невежестве нет никакого знания вообще. Это просто невежество. В страсти есть первый слой знания. Это знание для того, чтобы получить какую-то квалификацию. Люди все изучают это. Они считают это знанием, а всё остальное – незнанием. Следующий слой знания называется нравственный слой. Этот нравственный слой предназначен для того, чтобы перейти в благость. Лекции о нравственности, они дают возможность человеку понять, как жить правильно. Этот слой предназначен для всех вер и традиций духовных. Это одинаковое знание для всех. В нем нет разницы вообще. Какие-то есть акценты небольшие. Допустим, кто-то считает, что есть карма, кто-то считает, что ее нет. Это не принципиальный вопрос. Можно, допустим, прочитать лекцию вообще без понимания кармы, слова кармы. Прочитать это по-другому как-то и все. И будет тот же самый нравственный лекций. Основа одинаковая. Нельзя бросать жену, нельзя врать, нельзя жестоко относиться к людям и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Вот этот нравственный слой – это то, что надо сейчас изучать тем, кто боится какой-либо веры. Это то, чем вам надо заниматься. Это будет ваша вера. Если человек говорит, а у меня нет никакой веры, значит, что ты веришь в неверие. Человек не может жить без веры. Понимаете? Если человек говорит, я ни во что не верю, это твоя вера. Человек не может жить без веры, он все равно куда-то направлен. Вера – это направленность разума. Человек не может жить без веры, он во что-то верит все равно. Лучше верить в что-то лучшее, чем в что-то худшее. Правильно? Поэтому надо все равно развиваться в этом направлении. Вы слушаете лекции о нравственности. Зачем? Чтобы развиваться. Не надо беспокоиться о том, что дальше будет. Дальше обязательно, если вы разовьете, вы выберите свою веру. Обязательно. Но это не будет такое что-то плохое. Это будет что-то хорошее в вашей жизни. Сто процентов. Чем ближе к Богу, тем лучше. Не надо ничего бояться. Надо делать то, что вот ты делаешь сейчас. Тебе нравится вот это, делай это. Не надо никуда скакать. Некоторые подходят ко мне, говорят, Олег Геннадьевич, какая у меня вера? Я говорю, ваша вера. Вот женщина подошла, говорит, какая у меня вера? Я говорю, ваша вера у вас. Она такая, посмотрела на меня. Теперь понятно. А что? Некоторые говорят, у меня никакой веры нет. Нормально. Это нормально. Это ваше развитие. Слушайте лекции, дальше развивайтесь. Придет время, получите. А я хочу сейчас поверить. Не торопись. Это страсть. Люди в страсти всегда хотят плодов. Благостный человек, он пытается просто работать над собой. Он не ждет плодов. Он не думает, какая у него вера. Не думает, какой у него характер. Он просто трудится и все. Все меняется само со временем. Он с первой ступеньки на вторую перешагивает, потом на третью. А страстный человек думает, как бы на девятый этаж запрыгнуть. Придет время, запрыгнешь, не волнуйся. Олег Геннадьевич, как мне выйти замуж? А когда я выйду замуж? Не надо об этом думать. Надо просто трудиться над собой. Надо изучать лекции, слушать их. Когда вдохновилась по-женски себя вести, веди себя по-женски. Учись. Действуй в этом направлении. Начала, допустим, нежно ко всем относиться. Но в сердце нежности нет. Придет время, в сердце появится нежность. Люди в страсте думают, что если у меня этого нет, как я могу это делать? Но благостное знание говорит, делай все сначала, не умея это делать. И если даже тебе не хочется рано вставать с постели, все равно вставай. Придет время, и тебе захочется. Если ты чувствуешь, что ты не можешь за человека выйти замуж, он хороший человек, ты с ним мочаешься, встречаешься, любви нет. Да ни у кого нет любви. На самом деле, одни просто испытывают вожделение друг к другу, а другие нет. И что мне теперь не выходить за этого человека замуж? У меня нет к нему притяжения. Не волнуйся, начни ему служить. Если он хороший человек, он тебе нравится, просто у тебя к нему нет любви. Начни ему служить, и ты его полюбишь. И полюбишь другой любовью, более возвышенной. Ты раз лучше еще. Такая ситуация, на самом деле. Ко мне вчера девушка подошла, Олег Геннадьевич, как мне быть? Я его не люблю. С ним встречаюсь, не люблю. То есть нет кайфа у меня от него, не втыкает. Я по-русски уже говорю. Я говорю, просто служите ему, начните по-женски, заботиться о нем. И вы почувствуете душу в нем. Когда вы почувствуете душу, полюбите сразу. Вам понравится как человек. И будет еще лучше у вас жизнь, чем у всех остальных. Зима, лето. Солнце не имеет значения. Нет, не имеет значения. Не имеет значения время. Женщине лучше вставать позже, чем мужчине. Чуть-чуть. Вот самый последний срок. Это, я так думаю, 7 часов. Самый последний срок. В 6.30 еще нормально женщине вставать. Если женщина сильнее, чувствует силы, можно в 6 даже вставать. Можно даже попробовать в 5 вставать, но долго не получится женщине в 5 вставать. Если женщина ложится рано, тогда можно раньше вставать. Женщина должна спать от 7 до 8 часов. Если она спит в 9, это уже плохо для здоровья, для женского. Два месяца назад осталась с парнем. Близких отношений с ним не было. Уточняют, чтобы я не мучил ее. По-прежнему пытаются за мной ухаживать. Моя мама очень хочет, чтобы я вышла за него замуж. Говорит, что он моя последняя возможность. Но я не испытываю к нему своих особо теплых чувств. Видите, иногда бывает так, что Бог отвечает на вопрос раньше, чем он задан. Знаете, для чего это делается? Чтоб не было сомнений. Видите, я вот сейчас об этом только говорил, я не читал эту записку вообще. Я начал ее читать и как раз на эту тему, да? Но ответ уже получен, да? И так дается вера человеку. Когда, если бы я прочитал и отвечал, было бы другое, но и ответил раньше, чем была прочитана записка. Это милость для человека. Я только что об этом говорил. Если вы хотите от меня доказательств, вставайте, будут доказательства. Вопрос уже отвечен. Если вы хотите теперь конкретики, вставайте, будет конкретика. Кто написал записку? Как зовут человека? А? Как зовут? А? Посмотрите, этот человек такой серьезный, обстоятельный, рассудительный, так? Он немножко суховатый, да? Суховатый человек. У вас очень горячее сердце. И у вас, вам по жизни положено два варианта мужчин. Первый вариант. Люпики. Очень такие, как бы, нежные. Ну, несерьезные. Был такой уже вариант? Вам понравилось? Нет? Пошел вон. Второй вариант – это такие суховатые, но не нежные. Понимаете, женщине хочется высокого и красивого. И у нее часто в жизни по судьбе бывает выбор. Или низкие красивые, или высокие, но некрасивые. Она должна выбрать, понимаете? Женщина должна выбирать серьезность в мужчине. Нежность – это женская энергия, не мужская. Видите, один вариант – нежный мужчина. Но это же означает, вам меньше работать надо, понимаете? Если он уже нежный, значит, меньше работать. Нежность – это мужское качество или женское? Женское. Вы хотите от него нежность, но он же мужчина. Так? А? Чего нет? А что вы хотите? А в чем это выражается? Ну, он раздражительный, что ли? Или что, или... Он просто, у него силы воли не хватает, что ли? Это ваша судьба. У вас слабое солнце. Это значит, что вы не сможете найти себе мужчину, который имеет такую, знаете, ответственность очень сильную, такую. Понимаете? Но этот человек, он чем обладает? Он честный, искренний человек. Искренность очень важна. Он духовной практикой занимается, как-то движется туда. Нет? А что он, курит, пьет? Нет? Да? Курит? Пьет? Да? Вы знаете, вы дайте ему ли мои лекции послушать. И все станет ясно. Мужчине главная направленность. Если он начнет двигаться в сторону работы над собой, то это самый лучший выбор. Ну, по жизни у вас вот два варианта только. Или вот такие добренькие, мягенькие, и как бы тоже слабохарактерные. Или вот такие все более серьезные люди, но не имеющие сильного влияния на общество. Солнце не такое сильное у вас, понимаете? А в целом проблема в том, что вы не готовы еще замуж выходить. У вас сил не хватает. Вам бы сейчас поработать над собой еще какое-то время. Можете предложить ему постричаться года два. Без особых обещаний. И работайте над собой, развивайтесь. Если он будет согласен, значит, он ваш человек. Давайте ему лекции. Когда девушка встречается с парнем, она может его изменить до неузнаваемости, если она захочет. Дайте ей лекции, скажи, если не будешь слушать, то ты мне не интересен. Сразу начнет лекции слушать. Потом он начнет работать над собой. Вы просто продолжайте наблюдать за этим всем. Встречайтесь. Станьте причиной его развития внутреннего. Бог будет очень радоваться в вашем сердце. Потом вы увидите, что это хороший человек. В целом у меня хорошее чувство. Я когда вы встали, я могу тестировать ситуацию. Я почувствовал лёгкость сердца, что это хороший вариант. Но, понимаете, люди в страсти, они хотят плодов. Они хотят, чтобы сразу результат был. Допустим, мужчина попался, где кайф? Где радость, наслаждение от него? А надо поработать с ним ещё, потрудиться для этого. Вы хотите трудиться над своей судьбой? Или хотите подарков? Чего вы хотите? Трудиться? Встречайтесь, держитесь на расстоянии, Дайте лекции, послушайте. Наблюдайте за ним. Ваша мама очень хороший человек. У неё сердце правильное. Она знает то, что говорит. Я тоже считаю, что я чувствую, что как надо и чего. Два человека сразу хороших не ошибаются. В древней культуре ведической девушки сами не выходили замуж. Им помогали старшие это делать. Почему? Потому что у девушки, у ней, вот когда она видит, что замуж выходит, для неё это настолько большая ответственность, что у неё сразу парализуют волю. Она не понимает, что делать. То ли так, то ли так. И чаще всего мужики просто в постель тупо заволакивают женщину, а потом чувствуют, что уже деваться некуда. Это неправильный подход. Вот когда вы будете изучать, как жить правильно, и дай бог вам развиться до такой степени, что будет наставник, я говорю молодым девушкам сейчас, то тогда наставник поможет выйти замуж. И этот процесс будет очень лёгким и безболезненным. Девушке кто-то должен объяснить, как себя вести, что делать, правильный путь, неправильный, это обязательно нужно объяснять. Потому что когда девушка начинает встречаться, её разум парализует. Ей очень трудно сделать правильный выбор. И поэтому старшие должны помогать это сделать. Понятно, да? Такая культура должна быть у нас. Культура означает, что всё происходит лучше, легче, чем обычно в жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!